Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые зрители! Мы с вами находимся в одном из самых двух маленьких регионов Италии, в Мализе. И сегодня мы с вами отправляемся в совершенно замечательный городок, который называется Кампо Марино. И прежде чем начать, я обращаю ваше внимание на то, что в описании под этим видео я оставила всю информацию о том, где можно найти мои видеосюжеты. Итак, мы с вами в Кампо Марино. Город, где живет 8100 жителей. И знаменит он своими муралис, росписями стен, зданий. И все они тематически делятся на исторические, религиозные и бытовые, то есть связанные с укладом жизни. А отправимся мы с вами в путешествие по городу, вот с этой площади Витория Вениту, на которой расположена церковь Санта Мария Амары, построенная в XII-XIII веках в романском стиле. К огромному сожалению, когда мы приехали уже в послеобеденные часы, церковь была закрыта. Ну вот наш первый муралис, на нем изображена праздничная сцена, молодые люди танцуют, веселятся. Если вы приглядитесь костюмом, то увидите, что они несут балканские черты. А вот на этом муралис, воин, который расположен в центре сцены, и люди, которые сидят от него поодаль, тоже одеты в одежду, которая все-таки несет более восточные черты. А почему, я сейчас расскажу. Дело в том, что начиная с XV века сюда, в Центральную Италию, эмигрировали тысячи албанцев. Прибывали они сюда двумя волнами. И первая состоялась в 1462 году, и связана она с именем албанского вождя Скандербека. И сейчас немножечко прервусь, чтобы рассказать вам вот об этих фресках религиозного характера. На этой мы видим нынешнего папу римского, Франциска XVI. Он общается с местными жителями, которые тоже одеты в албанские одежды. А героиню вот этой фрески, я думаю, вы ее все узнаете. Конечно, это мать Тереза. На этой фреске Падре Пио. Священник, который невероятно почитается в Италии как католический святой. Монах ордена Капуцинов. Канонизирован в 2002 году Иоанном Павлом II, римским папой. Известен совершением чудес и тем, что в 31 год на его руках появились стигматы, кровоточащие раны на тех же местах, что и у Иисуса Христа. Ну, а я продолжаю албанскую историю. Остановились мы с вами на том, что первая волна, албанская, сюда пришла в 1462 году. Дело все в том, что Кампо-Марина в то время находился в составе неаполитанского королевства. И король Фердинанд I пригласил Скандербека со своими воинами в количестве 5000 человек помочь ему в борьбе с Рене Анжуйским. И албанцы проявили в этой борьбе героизм и добились победы. За что Фердинанд I наградил Скандербека и его воинов обширными землями на прилежащих территориях к острову Горгана. Это шпора на итальянском сапоге и территория, которая находится очень близко к Кампо-Марине. И часть из албанцев вместе со своими семьями осела в том числе и в Кампо-Марине. Вторая миграционная волна связана вот с чем. В 1456 году эта местность подверглась разрушительному землетрясению. И в это же время албанцы на своем балканском полуострове страдали от набегов турков-османов. И они решили спасаться, перебравшись в Италию. Прибыв сюда около 1466 года, они стали отстраивать разрушившийся после землетрясения город. И то же самое происходило с термоле, в котором мы с вами были, потому что города эти находятся в 5 километрах один и другого. Таким образом, албанцы принесли в эту местность свой албанский язык. И диалект, на котором разговаривают сейчас в Мализе, формировался в течение пяти с половиной веков под влиянием албанского языка. Субтитры подогнал «Симон» Фрески, которыми расписан исторический центр Кампа Марина, нам рассказывают о том, чем живут жители этого замечательного города. Вот таким художественным простым языком нам рассказывают об укладе жизни, о быте, о профессиях, о том, чем занимаются жители этого города, как они отдыхают. А, кстати, жители этого города называются Кампа Маринези. Субтитры подогнал «Симон» Вы знаете, гуляя по улицам Кампа Марина, меня поразило две вещи. Во-первых, огромное количество муралис и их невероятное художественное исполнение. Это сделано настолько мастерски, что иной раз ты не понимаешь, где на самом деле реальный объект и где начинается уже художественная роспись. То есть границы между реальностью и изображением, они стерты, они размываются. И это, наверное, самое магическое, самое волшебное впечатление от этих росписей. Субтитры подогнал «Симон» Но еще не могу не сказать о том, что когда я рассматривала эти муралис, я чувствовала огромную колоссальную любовь людей, которые при помощи красок передавали эти простые бытовые сцены, сцены труда, огромную любовь к наследию предков и к тому, что они его продолжают. И это, пожалуй, самое важное в нашем мире скрепы и то, что мы ощущаем преемственность с предыдущими поколениями. Ну и раз уж мы сегодня с вами затронули лингвистическую тему, то не могу сказать еще об одной очень важной вещи. Помимо того, что в этом регионе разговаривают на мализанском диалекте, на албанском диалекте, на хорватском диалекте, потому что хорваты и албанцы, они жили на одной территории, и та и другая нация спасались от турок-османов. Они сюда приехали, по сути говоря, вместе, и вместе отстраивали эти города после землетрясения. В этой местности еще и разговаривают на арабском диалекте, откуда он сюда пришел. Когда мы с вами были в Термале и разговаривали о Фридрихе II в Геншталфе, мы говорили о том, что он сражался с сарацинами. А сарацины – это племена, которые жили на западной оконечности острова Сицилия. И они постоянно совершали набеги на территорию Италии, в том числе и на Адриатическое побережье, в том числе и на владение на сицилийское королевство Фридриха II. И тогда он, воюя с ними, взяв их в плен, решил их утихомирить и усмирить следующим способом. Он поселил их на этой территории и разрешил им, для того, чтобы они не продолжали конфликтовать, разрешил им разговаривать на своем арабском языке. Здесь они осели, и этот арабский язык вот с того, с XIII века живет в этой местности и тоже повлиял на формирование здешнего местного диалекта. Италия Италия Посмотрите, как остроумно обыграно наличие здесь колонки с водой. Колонка вполне реальный объект, а на стене нарисована женщина, которая выходит с кувшинами для того, чтобы набрать воды. Италия Ну а если говорить об истории городка Кампомарина подробнее, то эта территория была заселена еще с IX-VIII веков до нашей эры. Это подтверждают раскопки, которые здесь проводились в 1980 году. Затем поселение было разрушено набегами варваров. Позднее сюда пришли лангобарды, а затем и норманы. Так что, как видите, кровей здесь намешано много. Кампомарина находится на побережье Адриатического моря. И в доисторические времена город стоял непосредственно у кромки моря. А затем море стало отступать. И современный Кампомарина разделен на две части. Морскую и историческую, как это часто бывает в Италии. Здесь хорошая туристическая инфраструктура. И до последнего времени в город приезжало в сезон до 100 тысяч туристов. Город живет аграрным сектором. Здесь выращивают оливки. Здесь выращивают виноград и делают вино. Город живет туризмом. И побережье Кампомарина относится к линии голубого флага. Думаю, вам было интересно прогуляться по улицам этого замечательного и, на мой взгляд, даже волшебного городка. Мне бы очень хотелось, чтобы вы комментировали и не только это видео, но и те видео, которые выходят на моем канале вообще. Потому что, когда нет обратной связи со зрителями, то очень тяжело делать видео. Потому что, во-первых, нужно понимать, что вам нравится, что вам не нравится. Во-вторых, когда ты отдаешь этой работе сердце, душу, вкладываешь свои эмоции и не получаешь ничего в ответ, то работать очень тяжело над видео. Так что, надеюсь на ваши комментарии, ваши лайки и до новых встреч на моем канале Италия, знакомая и незнакомая. Всего доброго!